Девушки отдыхают Девушки отдыхают К этому есть немало свидетельств Я приведу несколько из них Во время заключения Завета с народом Бог повелевает Моисею, чтобы он Записал ту часть закона, которую Он уже получил, то есть мы точно Знаем, что Моисей писал Книгу, книгу Содержащую слова Божии 24 глава книга Исход 3 и 4 стихи Написано, и пришел Моисей И пересказал народу Все слова Господни И все законы И отвечал весь народ в один голос И сказали, все, что Сказал Господь, сделаем И написал Моисей Все слова Господни Немножко Ниже, 7 стихи, и взял Книгу Завета, то есть уже есть книга Написана Взял книгу Завета и прочитал Вслух народу, то есть ясно Моисей писал, Бог повелевал Моисею, Моисей писал Вот, и мы встречаем Несколько раз упоминание Того, что Моисей писал Слова, которые Бог ему Сказал, которые Бог Открывал, кроме того Иисус Христос ссылается На книгу Исход Существует очень много ссылок У меня сейчас нет времени, чтобы Обо всех их говорить Я приведу только одну еще Иисус Христос говорит о том, что Он упоминает слова Из книги Исход И ясно говорит, что это слова В книге Моисеевой Евангелие от Марка 12 глава, 26 стих Помните эту историю, когда Саддукеи пришли И они спросили по поводу Того, как Эта женщина, у которой было Семь мужей, потом Чьей она будет женой Он отвечает следующее А о мертвых, что они Воскреснут Разве не читали вы В книге Моисея Что Бог Прикупини Сказал ему Я Бог Авраама Бог Исаака И Бог Иакова Бог не есть Бог мертвых Но Бог живых Прикупини По-русски Это старое Русское выражение Означает У горящего куста Что Бог У горящего куста Когда встретил Моисея Он сказал ему Я Бог Авраама Исаака Иакова Он не есть Бог мертвых Но Бог живых Это аргумент Который приводит Иисус Христос Но самое главное Он называет Вот эти слова Он называет эту историю Книгой Моисея То есть Во время Иисуса Христа Все несомненно считали То, что Книга Исход Тоже написана Была Моисеем Конечно Существует много Разных теорий Сегодня Они появляются Постоянно С каждым годом Все новые и новые теории Появляются В различных Либеральных школах И постепенно Вы знаете Весь евангельский Теологический мир Он постепенно Съезжает Постепенно Движется вниз То есть Он постепенно Движется в сторону Либерализма Поэтому Мы постоянно Наблюдаем Эту тенденцию И вы наверняка Если вы будете Изучать Когда больше Вы встретите Массу разных теорий Как появилась Книга Бытие Или все Пятикнижие Разные теории О том Что были более поздние Редакторы Которые Собирали кусочки И сегодня Разные Конструкторы Пытаются Разобрать Эти книги По частям И потом Определить Какое предложение К какому автору Относится И как их потом Когда-то Какой-то редактор Собрал Вместе Я не анализирую Эти теории Сегодня По одной простой причине Во-первых Их очень много Во-вторых Они абсолютно Не привезут Никакого Никакого Толку Никакой пользы В-третьих Когда мы Занимаемся Всеми этими теориями Даже если мы Сегодня возьмем И на все теории Дадим ответ Завтра появится Ж новая Которая будет Опровергать Все эти теории Но самая главная Причина Почему они появляются Заключается В нежелании Людей Воспринять Авторитетное Божественное Слово И строить Соответственно Ему Свою собственную Жизнь И поэтому Они используют Все способности Своего разума Найти средства Для того Чтобы каким-то Обойти Эту Необходимость Итак Книга Исход Написана Моисея Название Этой книги Русское название Оно Аналогично Тому Которое Употребляется Или используется В греческой Септуагинти И в латынской Вулгате Оно называется Исход То есть Это Выход народа Израильского Из Египта Главное событие Которое описано Там И по этому Главному событию Мы видим Название В еврейской Библии Книга Книга Исход Названа По ее Первому Слову Как и Книга Бытие Книга Бытие Вы знаете Названа Берешит То есть Начало Это первое Слово Которое Есть В еврейской Библии Книга Исход Очень интересным Словом Начинается Она Называется Ивод Вот эта Маленькая Буква Называется Вав И эта Буква Означает Это просто Союз Соединительный Союз И Если мы Прочитаем Все Что здесь Написано Так и Будет Звучать И Вот И Вот Имена Сынов Израилевых Если Вы Прочитаете Дальше Так вот Евреи Не затруднялись Сильно С себя С названиями И они Просто Брали Вообще Даже Вот эту Первую Самую Буквку Это Я Уже Вам Расширил Немножко Название Чтобы Чуть Понимать Контекст Они Брали Первую Буквку Вав Но Название Книги Говорит О Ее Главной Теме То есть Выход Народа Израильского Из Египта Безусловно Является Главным Событием Но Это Событие Оно Служит Своего рода Конвой Или Базой На которой Выстраивается Очень Сложная И Очень Важная Картина Картина Которая Помогает Нам Увидеть Много Интересных Вещей Пожалуй Самый Важный Фактор Который Мы Встречаем Народа Это Очень Интересный Фактор Дело В том Что Народ Израильский Он Был Помещен Богом В своеобразный Инкубатор У Бога Всегда Есть Уникальнейшее Решение Которое Нам Людям Никогда В голову Не Пришли Взять Народ Взять Семью И отправить Ее В плен Отправить Ее В Египет Для То Чтобы Там В Египте Прошел Процесс В котором Было Главной Задачей Которого Было Размножение Народа Их Стало Очень Много За 430 Лет Стало Достаточно Много Что Это Мощная Нация Но Будучи Народом И имея Достаточно Ясно Выраженное Национальное Самосознание Мы видим Что у них Есть Понимание Своих Корней Бог Авраама Исаака Иакова Известно Для них Кто Это У них Есть Ясное Понимание Но Они Не Организованы Как Нации Они Просто Предаток Египетского Общества Это Какая-то Автономия Какая-то Группа Людей Которая Функционирует Внутри Египетского Общества Поэтому Книга Исход Описывает Нам Уникальнейший Процесс Когда Бог Берет И Вытаскивает Из плена Людей Которые Никогда Не имели Государственности Никогда Не имели Организованной Структуры Управления Никогда Не имели Своей Системы Закона Никогда Не имели Своей Собственной Развитой Системы Поклонения Богу То есть Религии Никогда Не имели Своих Социальных Законов Санитарно Гигиенических Норм И так далее Множество Что мы встречаем В книге Исход И он Оттуда И создает Из них Нацию Это То о чем Книга Исход Мы ясно Понимаем Что Израиль Играл Колоссальную Роль В искуплении Книга Исход Помогает Нам Понять Как Из семьи Получился Народ Опять-таки Бог Немного Нам Объясняет Здесь Но он Показывает Достаточно Много Чтобы мы Могли Увидеть Формирование Этого Народа Как я уже Сказал Во-первых Этот Божий Метод Послужил Как своеобразный Инкубатор Где народ Развивался До предназначенного Времени Когда пришло Время Когда послал Бог Моисея И когда он Выводит Этот народ Из Египта Но есть еще Одна Очень уникальная Деталь Которую нужно Отметить Здесь Обязательно Дело в том Что Бог Пошел На этот план Потому что Этот план Позволил В максимальной Степени Достичь того Что вся Заслуга Выхода Народа Израильского Из Египта Формирование Их Как людей Принадлежит Богу И только Богу Бог создал Нацию Не таким путем Когда Была Семья Она постепенно Завоевывала Территорию Она налаживала Экономику Она устраивала Связи с людьми Которые вокруг Она скупала Земли Она создавала Армию Она завоевывала Земли рядом И она становилась Постепенно Постепенно Развивалась В мощное Государство Вот тогда Было бы видно Что это заслуга Крепких Сильных Людей Которые Смогли Сделать Государство Быть С Израилем Была Абсолютно Противоположна Мы уже Говорили О том Что Сыновья У Иакова Большинство Были Непутевые По-русски Если сказать Одни Проблемы Кроме Иосифа О Вениамине Немного Сказано Ну кроме Иосифа У всех остальных Постоянные проблемы Бог действует Исходя из своего Собственного Плана Он берет Этих людей Эти 12 Поколений 12 колен Он берет Их переселяет В Египет Без какого-то Геройства И вот здесь В Египте В Египте Позволяет им Размножиться И потом Берет Приходит И забирает Этих людей Из плена Освобождает Их из рабства И создает Из них Нацию Книга Второзакония Четвертая Глава С 33 Сихази Слышал ли Какой народ Глаз Бога Говорящего Из среды огня И остался жив Как ты Жив Как ты слышал Или покушался Ли какой Бог Пойти Взять себе народ Из среды Другого народа Казнями Знамениями Чудесами И войной И рукою крепкою И мышцей высокой И великими ужасами Как сделал для вас Господь Бог ваш В Египте При глазами твоими То есть Бог Идет на такой шаг Для того Чтобы был Вот этот момент Ясный момент Что евреи Находятся В полном провале Они абсолютно Беспомощны Что-либо С собой Сделать И Бог приходит Приходит сам И делает невозможное Делает то Что никогда Не было мыслимо Никогда Никто не знал Никогда Никто не имел Понятия О том Что что-то подобное Можно было сделать Когда По подсчетам Возможно Что более Двух миллионов Человек Их было То есть Это сотни тысяч Это миллионы людей Когда Бог приходит И просто забирает их Оттуда Конечно Это не просто Было забрать Это не просто Были переговоры Между Моисеем И фараоном Который подписал Договоры И они все потихонечку Там в течение Трех месяцев Собирались Вот укомплектовались И потихонечку Вышли для того Чтобы переселиться В другое место Совершенно Было не так Это было Посредством конфликта И естественно Какой же фараон В своем нормальном уме Захочет отпустить Такую рабочую силу Огромное количество людей И он делал Все возможное Для того Чтобы оставить Этих людей Как мы читаем Вот почему Бог обращается К Израилю И на протяжении Истории Напоминает Он говорит Посмотрите на свое начало Был ли какой Бог Вообще Где-либо Который взял бы И создал народ Таким образом Вторая Вторая Тема Которая развивается На этой конве На конве Выхода народа Из Египта Второе Это не только Формирование народа Это формирование Государства Как я уже сказал Что народ Израильский Выйдя из Египта Он жил просто В структуре Которая тогда Функционировала Там в Египте И вот теперь Моисей Вводит этих людей И здесь Он Формирует В них Нацию Он формирует Государственность В этой же главе В четвертой главе Книги Второзакония Бог Обращаясь К народу Израильскому Говорит Следующее Есть ли Какой Великий Народ У которого Были бы Такие Справедливые Постановления И законы Как весь Закон Сей Который Я предлагаю Вам Сегодня То есть Бог Дал Израилю Уникальный Закон Очень Развитый Закон Закон В котором Было Представлено Все Сферы Жизни Социальные Взаимоотношения Экономические Взаимоотношения Санитарно-гигиенические Нормы Вопросы Семьи Экономики Отношение К пришельцам Отношение К рабам Отношение К людям Которые Вокруг И так далее Детально Разработанные Радикально Отличающиеся От всего Того Что было Вокруг Качественно Отличающиеся Качественно Новая Форма Более Того Если мы Посмотрим На сегодняшнюю Юриспруденцию Мы можем Отметить Такую деталь Что Большинство Развитых Стран Имеют Свою Систему Законодательную Уходящую Корнями Вот В те Законы Которые Были Даны Богом Моисею В Десять Заповедей В Различные Законы О Собственности Которые Там Представлены На страницах Книги Исход И других Книг В пяти Книжи Есть Третий Элемент Который Мы Видим На этой Конвей Это Формирование Системы Поклонения То есть Первое Формирование Народа Народ был Взят Из плена И Появился Народ Сформирован Был Народ Второе Формирование Государства Бог Формирует Из них Государственность Третье Формирование Системы Поклонения Когда мы Смотрим На Очень Детально Расписанную Систему Каким Образом Приносятся Жертвы Как Одеваются Священники Как Устроена Скиния Как Сделан Ковчег Каким Образом Приносят Люди И что Приносят И по Какому Поводу Приносят И как Они Поклоняются И как Они Соотносятся Одно Поколение С другим Поколением И так далее Когда мы Смотрим На всю Эту Развитую Систему Мы Должны Помнить Что Ничего Подобного Не было До того Времени Что То Что Бог Представил Это Это Было На Ровном Месте Евреи Не знали Такую Систему Они Знали Что Был Бог Бог Авраама Исаака Иакова Они Знали Что Богу Приносили Жертвы И Многие Люди Многие Нации Приносили Жертвы Своим Богам Но То Что Мы Встречаем Здесь Это Качественно Абсолютно Несопоставимо Ни с какими Структурами Которые Существовали Раньше Несколько Очень важных Элементов Очень важных Фактов Во-первых Единобожие Книга Исход Говорит нам О единобожии Это Тот элемент Который Был Неизвестен Поклонялись Разным Богам Поклонялись Языческим Различным Производным Своего Собственного Ума То есть Насколько Люди Дошли До того Как Представить Бога И вот Евреи Получают От Моисея Или от Бога Через Моисея Получают Ясное Понимание Того Что Бог Один Если Вы читаете Наиболее Часто Употребляемой Фразой В пяти Книжии В книге Исход Является Фраза Господь Бог Твой Господь Един Есть Бог Очень Ясно Много Раз Показывает Это Людям Почему Потому Что Они Привыкли Жить С Пониманием Того Что Очень Много Разных Богов И Он Это Подчеркивает И Он Это Детально Объясняет Мы Живем На Базе Знания Людей На Базе Поколений Многих Которые Выросли С Пониманием Существования Единого Бога Вы Помните Когда Апостол Павел Пришел Проповедовать В Афины И Когда Вариапаги Его Призвали Туда Вариапаги Первое Что Ему Пришлось Там Сделать Первый Камень Положить Первый Фундамент На котором Потом Он Строит Он Говорит Бог О котором Я вам Сейчас Расскажу Он Качественно Отличается От Всех Тех Богов Которым Вы Понаставили Здесь Жертвенники У вас Их Много Но Есть Один Только Который Сотворил Небо И Землю Есть Только Один Который Не Зависит Ни От Кого И От Вас В Том Числе Так Вот Это Апостол Павел Уже Первый Век Нашей Эры И То Он Стречается С Людьми Которые Не Знают Единобожие Когда Этот Принцип Был Представлен Народу Израильскому Это Было Абсолютно Исход Как Бог Контролирующий Ситуацию Бог Открывался Народу Израильскому И Он Постоянно Им Говорил Он Объяснял Посмотрите Как Я Вас Как Будто На Крыльях Орлиных Вынес 19 Глава Исход Если Вы Читаете Он Ясно Объясняет Посмотрите С кем Вы Имеете Дело Он Ясно Говорит Все То Что Мы Наблюдаем В Этой Книге Показывает Что Бог Открывается Народу Израильскому И Он Объясняет Я Есм Сущий Это Имя Которое Бог Открыл Моисею Для того Чтобы Он Объяснил Израилю Кто Поведет Их Кто Вызывает Их Из Египта Кто Выводит Их Из Египта Почему Он Объясняет Это Сущий Или Яхва Иегова Сущий Означает Личность Которая Существует Независимо Ни от Кого Самосуществующая Личность И Эта Сущность Заложена В имени Яхве Еврейская Конструкция Или Еврейский Язык Он Так Устроен Это Слово Или Имя Оно Построено На глаголе Быть Или To be I am Who I am По-английски Переводится Я Есм Сущий По-русски Переводится То есть Бог Объясняет Он Открывается Людям Он Говорит Все Вы Произошли От Чего Все То Что Существует На Земле Все То Что Вы Видите Планеты Звезды Все То Что Доступно Вашему Пониманию Все Это Имеет Начало И Только Я Есм Сущий Это Центрецедентность Бога Он Абсолютно Не Такой Как Мы Все Он Абсолютно Выше Гораздо Выше И Сильнее Кроме Того Бог Подчеркивает Что Никаких Опять Это Система Поклонения Бог Тщательно Учит Он В глубину Их сознания Внедряет Это Ясное Понятие Он Говорит Никакого Изображения Не Делайте Для этого Есть причины Первая Причина Все Боги Которые Были Известны Для Людей Тогда Они Представлялись В виде Каких-то Изображений Во-вторых Бог Очень Ясно Хочет Показать Людям Свою Транцедентность Он Хочет Показать Что Я Никаким Образом Не Могу Быть Представлен Каким-то Изделием Рук Человеческих Святость Бога Еще Один Очень Важный Элемент Системы Поклонения Вы Помните Громы Молнии Облако Вокруг Горы Синай На верхушке Этой горы Вы Помните Лицо Моисея Сияет Когда он Спускается С горы Вы Помните Ту черту Которой Обнесли Эту гору Для того Чтобы Никто Не Пересекал Ее То есть Кто Подойдет Ближе К Божьей Святости Тот Будет Поражен Написано То есть Бог Предстает Перед Евреями В своей Очень Яркой Святости Запомните Тогда не было Нового Завета Тогда не было Книги пророка Иславия Где он Говорит В одни Царя Озии Видел я Бога Высокого Превознесенного Сидящего На престоле Своем И Херувимов Которые Говорили Свят 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 То есть Бог Открывает Себя Людям Книга Исход Это Откровение Бога Самого Себя Когда Бог Открывает Себя Людям Которые Жили В то Время И он Хочет Чтобы Они Поняли Кое Что О нем Чтобы Они Имели Ясное Понимание Насколько Это Возможно Понимание Его Личности Кроме Того Поражает Ясность Слывчатые Они Написаны Как будто В уголовном Кодексе Или в Конституции Там Предписываются Ясные Положения Опять-таки Подавляющее Большинство Людей Которые Имеют Религиозный Опыт Они Имеют Склонность К тому Чтобы Все Обволакивать В туман И то Что мы Читаем В книге Исход Очень Ясно Представляет Нам Божий Закон Мы Немножко Говорили О происхождении О Общей Характеристики Этой книги Давайте Посмотрим Бегло На содержание Итак Содержание Книги Исход В ней 40 глав То есть Она меньше На 10 глав Меньше Чем Бытие Вот Уже Легче Читать Я думаю Быстрее Вот И она Содержит В себе Разные Разные Элементы Вот этого Божьего Плана Прежде Все Первая И вторая Глава Говорят Нам Об истории Моисея В самом Начале Если вы Посмотрите Начинается С описанием Положения Народа То есть Для того Чтобы Сказать О Моисею Нужно Сначала Сказать Как же Моисей Там Очутился Ясно Остановилась История Вся На том Что Иосиф Умер 110 лет И он Там Был В ковчеге Положен В Египте Вот И он Завещал Что Потом Его кости Вынесли Вот Но Вот Здесь Начинается История Новая Через 400 С лишним Лет Мы Видим Что Здесь Написано Сыны Израилевы 7 стих Расплодились Размножились Возросли И усилились Чрезвычайно И наполнилась Ими Земля Та Я вам Говорил В прошлый раз Что они Размножались Там Было Очень Много Возможностей Для того Чтобы Они Могли Усилиться В количестве И восстал В Египте Новый Царь Который Не знал Иосифа То есть Объясняется История Тот же Царь Чтил Иосифа Но прошло Несколько сот лет Появился Новый Царь И так далее И вот эти Притеснения Которые Переживал Народ Израильский Связанные С беспокойством Этого Нового Царя Чтобы Эта Нация Не взбунтовалась И не захватила Власть В Египте Кстати Исторически Есть свидетельства О том Что примерно За сто лет До того Как Израиль Вышел Из Египта Был Был Такой Прецедент Когда Группа Семитов Семитских Народов Которых Называли Гексосы В действительности Захватили Власть В Египте И они Держали И это Был Определенный Период Развития Египта Но в то Время Когда Израильский Народ Выходил Из Египта Египтом Правили Фараоны И эти Фараоны Достаточно Контролировали Ситуацию И они Старались Не повторить Тех ошибок Которые Сделали Их Предшественники Немножечко Ранее Вторая Глава Рассказывает Нам О том Как Моисей Был Рожден Как Его Прятали Помните Всю Эту Историю Как Он Был Найден Дочерью Фараоновой И как Он Жил Во дворце Фараона И заканчивается Эта часть Бегством Из Египта Моисей Вырос Он Имеет Национальное Самосознание Он Ясно Понимает Свою Принадлежность К Израильскому Египтянин И он Ступается За Израильтянина И он Убивает Египтянина В общем Это говорит Мне о том Что Это Определенный Путь По которому Бог ведет И на данный Момент Моисей Еще Не готов Быть Вождем Народа Израильского Он Очень Быстро Реагирует И реагирует Очень Неэффективно Вот То Что он Сделал Не помогло Решить Проблемы Но Создало Ему Целый ряд Проблем Что он Вынужден Был Убежать Если Вы Помните То есть Моисей Был Еще Не готов К тому Чтобы Возглавить Народ Чтобы Выполнять Эту Очень Важную Функцию Все Это Написано В качестве Предисловия Вторая Глава 23 И 25 Подводит Итог И Говорится Следующее Спустя Долгое Время Моисей Убежал В Египет Долгое Время Умер Царь Египетский То есть Это Вступление Ясно Объясняет То, что Должно Быть Дальше Третья Четвертая Глава Рассказывает Нам О призвании Моисея Бог Призывает Его чудесным Образом Помните У горящего Куста Моисей Сорок Лет Спокойно Живет И вот Встречается С такой Ситуация Когда горит Куст Не сгорает И Бог Из этого Куста Обращается И говорит Ему Следующее И сказал Моисей Богу Вот я Приду К сынам Израилевым И скажу Бог Отцов Ваших Послал Меня К вам Они Скажут Мне Как Ему Имя Что Мне Сказать Бог Сказал Моисею Я Есм Сущий И сказал Так Скажу Сынам Израилевым Сущий Иегова Послал Меня К вам То есть Когда Бог Представляется Моисея Бог Ясно Дает Ему Понять С кем Он Имеет Дело Это Не просто Куст Который Горит И не Сгорает Это Представление Личности Которая Имеет Колоссальный Смысл Он Объясняет Аэм Хуаэм Я Есм Сущий Я Совершенно Другой Категории Удивительно Что Моисей Продолжает Сопротивляться Он Усиленно Сопротивляется Есть Причины Он Уже Был Там Он Уже Пробовал Он Видит Что Это Невозможно Он Знает Структуру Египетского Государства Он Знает Все Механизмы Которые Не Позволят Это Сделать Более Того Он Знает Этих Евреев Которого Он Попытался Защитить А он Сам Его Потом Готов Сдать Помните На Следующий День Когда Он Стал Мирить Двух Евреев Которые Ругались Между Собой Как Они Говорили Хочешь Ли Сделать С нами То Что Сделал С Египтянами Он Ясно Понимает Это И Поэтому Он Не Видит Себя Способным Пойти Возглавить Это Движение Это Не Какой Ты Революционер Который Сидит Там Где-то В Финляндии И Пишет Там Письма На Родину Для Того Чтобы Там Собрать Революционное Движение И Возглавить Потом Всеобщий Так Скажем Пролетарский Бунт Или Как Его Называли Революцией Это Совершенно Другая Конструкция Этот Человек Не Хочет Этого Он Ясно Понимает Эта Задача Совершенно Невозможная Но Бог Убеждает Его Бог Убеждает Его И Бог Убеждает Его Очень Конкретно Если Вы Посмотрите Как Бог Убеждает Его Посмотрите Четвертая Глава Десятая Сих И Сказал Моисей Господу О Господи Человек Неречистый И Такого Было Вчера И Третьего Дня И Когда Ты Начал Говорить С Рабом Твоим Я Тяжело Говорю И Косноязычен Посмотрите Бог Очень Конкретно Говорит Господь Сказал Кто К точке Авторитета В конце Концов Тринадцатый Стих Моисей Сказал Господи Пошли Другого Кому Можешь Послать Уже Все Аргументы У него Закончились Все Как Мог Оправдаться Уже Выкрутиться Из Этой Ситуации Послушайте Что Бог Говорит И Возгорелся Гнев Господень На Моисея И Сказал Разве Нет У тебя Аарона Брата Левитянина Я Знаю Что Он Может Говорить И Вот Он Выйдет Навстречу Тебе И Увидев Тебя Возрадуется В сердце Своем И так Далее То есть Бог Объясняет Ему Что Делать Дальше Бог Ставит Конкретную Задачу То есть Он Призывает Моисея Ставит Конкретную Задачу И Моисей В конце Концов Вместе Со Своей Семьей Возвращается Кстати Неизвестно Когда Но Семья Моисея Была Отправлена Назад Если Вы Читаете 18 главу Когда Пришел Иофор Его Тесть Он Написано Вновь Пришел Опять С женой И с Детьми С его Потому Что Скорее Всего Когда Началась Эта Заваруха Со Всеми Этими Казнями Со Всей Этой Очень Сложной Жизнью В Египте По всей Видимости Моисей Понял Что Дело Здесь Пахнет Чем-то Таким Громким Вот И он Отправил Свою Семью В безопасное Место Скорее Всего Мы Не знаем Точно Когда Но Но До Того Как Они Вышли Из Египта Почему Потому Что Бог Моисей Потом Объясняет Иофору И рассказывает Все То Что Бог Сделал При Выходе Народа Израильского Из Египта Это Призвание Моисея Потом Египетская Казни Я Не буду Сейчас Рассказывать Все Что Там Произошло Много Разных Казней Вы Это Читали Еще В детской Воскресной Школе Если Забыли Перечитайте Еще Раз Про Жаб Мошек Тьму И так Далее Всяких Разных Интересных Явлений Которых Было Очень Много Но Здесь Есть Несколько Более Интересных Явлений Первое Когда Моисей Пришел Ему Предстояло Прежде чем Убеждать Фараона Предстояло Еще Убедить Народ Что Нужно Ити Ну Представьте Себе Кто Захочет Уходить Сотни Лет Прожили Пустили Корни Дома Работа Налаженные Там Хоть Как Оно Есть Но Какой Это Бизнес Какие Это Формы Взаимоотношений С Людьми И Вот Приходит Какой Ты Говорит Я Вас На Свободу Ну Мы Сначала Подумаем И Посмотрим Окей А ну Покажи Мне Фотографии Свободы А Покажи Гарантии А Как Туда Мы Попадем На Эту Свободу А Как Нас Там Встретят А Нужна Ли Нам Та Свобода Или Мы Пока Еще Может Быть В Этой Неволе Побудем Немножко Или Ты Пойди Сначала Там Свободу Сделай А Потом Придешь Чтобы Со старейшинами Людей Еще Поговорить И Не Только Старейшин Народа Он Убедил Но Вы Помните Когда Фараон Только Начал Первое Испытывать Вот Это Первое Давление Или Народ Начал Испытывать Давление Со стороны Фараона Сразу Люди Восстали Пришли К Моисею И Говорят Хуже Стало Хуже Стало Перестань Не Надо Ходить Все Мы Остаемся Здесь Нормально Будем Жить То Хоть Солома Давали А Сейчас Соломы Не Дают А Столько Кирпичей Нужно Произвести Это Было Достаточно Сложный Процесс Но Очень Интересно Что Бог В этом Процессе Осознанно Целенаправленно Продолжает Ожесточать Сердце Фараона Это Кстати Один Из Аргументов Который Использует Апостол Павел В Девятой Главе Посланий Кремлинам Когда он Говорит Что Бог Контролирует Все Мы Не Можем Всего Видеть Мы Не Можем Безусловно Фараон И без Того Был Очень Жестоким Человеком Очень Злым Человеком Но Вот В данной Ситуации Много Раз Сказано Что Бог Сам Воздействует На Сердце Фараона Ожесточает Его И Этим Самым Достигает Своей Собственной Цели Посмотрите Десятая Глава Исход Десятая Глава С первого Сека И сказал Господь Моисей Войди К фараону Ибо Я Отягчил Сердце Его И сердце Рабов Его Чтобы Явить Между Ними Сии Знамения Мои То есть Бог Говорит Что Я Специально Добавляю Уровень Сопротивления Фараону Для того Чтобы Уровень Чудес Возрастал Для того Чтобы Для людей Было Видно Что Это не просто Так Фараон Почти Уже Был Готов Отправить Народ Моисей Пришел Сделал Предложение Подписали Документ Расстались Пожали Друг другу Руки И хорошо Живут Эти Там Эти Здесь То есть Для народа Нужно Было Видеть Что Этот Процесс Занимает Время Что Есть Жесткое Сопротивление Что Фараон Не Хочет Фараон Ожесточается Все Больше С каждой Казнью Он все Больше Ожесточается Здесь Написано Второй Стих Для чего Чтобы Ты Рассказывал Сыну Твоему И Сыну Сына Твоего О том Что Сделал Я В Египте И о Знамениях Моих Которые Я Показал В нем Чтобы Вы Знали Что Я Господь У Бога Есть Друзья Самая Большая Цель Мы Думаем Что Самая Большая Цель У Бога Должна Быть Обеспечить Удовлетворение Наших Желаний Откровенно Говоря Большинство Людей Именно Так И Думают Разные Желания Только Иногда Они Благородные Иногда Похотливые И Грязные Но По сути Своей Каждый Человек Живет С Пониманием Того Что Бог И Его Все Бытие Должно Вращаться Вокруг Того Чтобы Удовлетворить То Что Я Хочу Чтобы Нехорошо Когда Я Себе Представляю В самом деле У Бога Совершенно Другая Цель Бог Ясно Показывает Что Его Главная Цель Чтобы Вы Знали Чтобы Все Знали Что Я Господь И Вы знаете Эта цель Будет Достигнута В конце Концов Все Люди В мире Будут Знать Все Признают Что Он Господь Одни Только Преклонившись Перед Господом Перед Его Господством Другие Так и Продолжая Бунтовать Против Него Но Все Узнают Однажды Что Он Господь То есть Эта цель Божия Она Будет Осуществлена Итак Это Первые 11 глав 12 и 13 главы Пасха Пасха Мы только что Говорили о ней Мы праздновали Праздник Пасхи И вспоминали Об этом Установлении Здесь несколько Удивительных Очень интересных Мы листаем Нашу Библию И доходим До 12 и 13 глав Мы видим Что Бог Представляет Специальный Процесс Он не просто Выводит А он Делает Специальную Остановку Во всем И центром Этой Остановки Агнец Является И кровь Агнца Является Защитой И Церемония Совершенная Там Является Основой Того Что будет Совершаться И время На протяжении Тысячелетий После этого То есть Это Специальная Отметка Это Специальная Точка Которая Ясно Показывает На Искупителя Который Однажды Должен Прийти Искупление Кровью Это Установление Праздника И в конце Концов Посмотрите Кстати Здесь есть Еще один Важный Элемент Это Принадлежность Первенцев Богу После этого Бог говорит Все первенцы То есть Все те Кто родился Первым В семье Все принадлежат Богу Почему Все принадлежат Он говорит В ту ночь Все должны были Умереть Все первенцы Должны были Умереть Я оставил Их В живых И теперь Он говорит Все первенцы Принадлежат Мне И он потом Дал специальный Закон Он говорит Что первенца Кроме всего Того Что люди Жертвовали В храм Он говорит Первенца Выкупай То есть Первенец Должен Принадлежать Но за него Каждый человек Каждая семья Должна была Принести Специальные Жертвы Богу Это То что Произошло В пасхальную Ночь Осталось На память Всего Израильского Народа Должно было Остаться Не все Помнили Не во всех Поколениях Помнили Но это Сверхважный Элемент В конце Конц Как вы Помните Евреев Выгоняют Из Египта Их бы так Не отпустили Их нужно было Только выгнать И не только Их бы так Не отпустили Они бы так Не ушли Кто-то ушел А кто-то бы не ушел Поэтому в этой ситуации Когда Бог Накалил ситуацию До такого напряжения Когда весь народ Собрался и говорит Что вам нужно Золото Возьмите золото Украшение Возьмите украшение Только убирайтесь Отсюда И как можно Побыстрее Потому что Они уже поняли Что здесь Невозможно Дальше Все то Что происходит Явно имеет Сверхъестественное Происхождение И это связано С еврейским народом То есть У Бога Есть свои методы Решения Как он решает 13-14 главы Рассказывают нам О выходе Из Египта Выход из Египта Несколько Интересных явлений Столб Облачный Столб Огненный Сам Бог Присутствует В этом пути Это Неизвестно До сели явление Это Бог Физически Или Спейшел То есть В пространстве Присутствует С народом Израильского Помните Еще нет Скинии Еще нет Ковчега Завета Это все Только толпа Неорганизованная Или плохо Организованная Толпа И мы видим Присутствие Божие Столб Облачный Столб Огненный Который Ведет Этих Народ Он буквально Вел Это чудесный Переход Через Красное Море Когда Воды Расступились Гибель Египтян Вы помните Когда Бог Сделал Так Что Египтяне Погнались И потом Очень интересно Что когда Они догоняли Народ Израильский Вы наверное Думали Как могла Эта Толпа Убежать От армии Которая На коннице Которая Имеет Сноровку Которая Естественно Вы же представляете Эта толпа Это старики Это дети Это больные Это стада Это Вся утварь домашняя То есть Все Все с собой Тащить Если вы почитаете Внимательно То там написано Так что Бог стал Туманом Стал облаком Между евреями И между фараоном И они не знали Куда идти И они там Все сгинули Там все погибли На этом Дне Красного моря Заканчивается Вся эта история Песню Моисея 15 глава Мы сегодня читали Песнь Моисея Где Это первый раз Вот такое Торжественное Провозглашение Это всеобщее Поклонение Первое Организованное Поклонение Народа Богу Посмотрите Откуда оно исходит 14 глава 31 стих И увидели Израильтяне Руку великую Которую явил Господь Над египтянами И убоялся Народ Господа И поверил Господу И Моисею Рабуева Тогда Моисеи И сыны Израилева Воспели Господу Песнь сию Вот вам Кстати Музыканты Богословия Поклонения Ясная Философия Ясный процесс Который представлен Здесь Увидели Руку Божию Убоялись Господа Поверили Богу И воспели Господу Песнь свою Это естественный Процесс Когда сердце Не может Не петь Бог дал им Стихи Бог дал им Это слово Когда они Все вместе Пели Но народ Израильский Представляет собой Достаточно Сложное явление У них были Такие моменты Когда они Пели Вот так Торжественно Но у них Было больше Даже во время Моисея У них было Больше Моментов Когда они Пели Другую Песню Это Ропот Народа Израильского Который Имел место Постоянно И мы видим Как с 15 по 17 Главы Главы Конец 15 и дальше Несколько Ситуаций Возникают Сложности Народ Израильский Он вроде бы Только что Пел И только что Говорил Господь И так далее Песнь моя Крепость моя Слава моя Он был мне спасением Только возникает Ситуация И сразу же Тон меняется Тональность Слова меняются Не просто Грустная Такая песня А песня Такая наглая Достаточно Когда они Когда они приходят И они так Буром Они на Моисея И потом Моисей Постоянно Им отмечает Если вы заметили Моисей Постоянно Говорит Вы же не на Меня Когда вы приходите И бунтуете Против меня Вы ропчете Против Бога Он объясняет Им Несколько Раз Вы помните Вода Первая Начинается В конце 15 главы Горькая вода Оказалась И народ Весь пришел Сразу ультиматум То есть Они не пришли К Моисею И не сказали Моисею Нужно что-то делать Давай помолимся Давай будем Искать Господа Давай как-то Решим эту проблему Потому что Нет воды пить Народу много Очень трудно нам Нет Всегда вопрос Стая Становился ребром Всегда Вот ты нас вывел Чтобы мы Здесь погибли В пустыне Та же самая История с Манной Послушайте 16 глава Со 2 стиха И возроптало Все общество Сынов Израилевых На Моисея И Аарона В пустыне И сказали им Сыны Израилев О если бы Умерли мы От руки Господней В земле египетской Когда сидели У котлов С мясом Когда мы ели Хлеба Досыта Ибо вывели Вы нас В эту пустыню Чтобы все Это собрание Уморить голодом Уж Они-то умеют Слова подбирать Очень ярко Подбирается Я конечно Читая это Я вижу Современных христиан Я вижу Вот эти точки Когда христиане Радуются спасению Когда они Ликуют Когда они Осознают Что Бог Сделал для них Я вижу Множество ситуаций Когда попадает В трудность И когда Внутреннее Состояние Меняется И когда В этом состоянии Ожесточение Против Бога Никто не говорит Что Не нужно Просить еды Если еды Нет Ее нужно Просить Но так Разговаривать С Богом Нельзя Речь идет о том Что они Берут и Специально Ставят факты И они Как некоторые Люди говорят Утрируют их То есть Они специально Ставят Ярче их Чем они В реальности Ну они ж Никогда не хотели Умереть В земле Египетской Но здесь Они говорят Лучше бы мы Умерли В земле Египетской Сейчас Им предложил Умереть В земле Египетской Если Бог Чудесным образом Взял бы И перенес Их туда Назад В Египет И там Им позволил Всем умереть Они Не ликовали Сто процентов Не ликовали Но то Что они Говорят Здесь Это Эмоциональное Давление Это Напряжение Они Знают Что они На Моисея Могут Наехать Они Могут Всей своей Толпой Действительно Один пастор Как-то говорил Быть пастором Очень хорошо Если бы не люди Готовить проповеди Разбираться В тонкостях Богословия Писать книжки Интересные Piece of cake Очень Это просто Интересно Ну когда Вот С людьми Вот подобными Ну ладно Там у нас Еще несколько Сот человек Я думаю Что они Немножко лучше Может быть Чем то что было Но там же Миллионы И там были Разные Но по всему Видно Что умели Говорить Крепко Так язычок Подложить Что Моисей Очень часто Был в отчаянии Периодически Мы находим Когда он Приходит К Богу И говорит Все Я уже Все Я уже Забирай Дальше Делай с ними Что хочешь Подобных Ситуаций 17 глава И укорял народ Моисей И говорили Дай нам воды Пить И сказал им Моисей Что вы укоряете Меня Что искушаете Господа И жаждал там Народ воды И роптал народ На Моисея Говоря Зачем ты вывел Нас из Египта Уморить Жаждаю нас Детей наших И стада Моисей Моисей И что происходит 17 глава Говорит нам От первой Битвы Их будет Потом еще Много Но вот это Первая битва С Амаликом Когда Бог Чудесным образом Защищал Они ведь Не могли Воевать Там же Не было Тренированной Армии Там не было Средств Нормальных Чтобы вести Боевые действия Вы помните Как они воевали Моисей Стоял на холме И поднимал руки Когда поднимал руки К небу Молился Народ израильский Побеждал А Маликитяне Отступали Уставали руки Опускались Наоборот А Маликитяне Побеждали Бог сделал так Чтобы они ясно Видели Что это не их силой И тогда Пришли два помощника Ор и Аарон И они подставили Вот так вот Под руки Стали держать руки Для того Чтобы Израиль Победил Было очевидно Что у Израиля Нет своих способностей Побеждать 18 глава Говорит нам О советах О советах Иофора Если вы помните Когда пришел Иофор Иофор был Тесть Моисея Он пришел И привел Или привез Жену И детей Моисея И он увидел Моисея Уже достаточно Такого Сформировавшегося Лидера Там Уже много Прошел Моисей И он увидел Одну вещь Которую Он посоветовал Моисею И помните Он сказал ему Что ты Сам не успеешь За всеми уследить Поэтому тебе Нужно поставить Тысячи начальников Сто начальников И пятидесяти Начальников Тогда была Утверждена Система Судей То есть Разного Уровня Судей Которые Отвечали За свою Группу Людей И в конце Концов Они занимались Всеми Этими делами И Иофор Он отвечал За всех Этих Судей И наиболее Сложные Какие-то Вопросы Вернее Моисей Наиболее Сложные Вопросы Приходили К нему Девятнадцатая Глава Говорит О первой Презентации Завета Это очень Важная Здесь все Важное Но некоторые Особенно Важные Девятнадцатая Глава Представляет Нам Завет То есть Вот это Официальная Вернее Первая Презентация Завета Есть еще В двадцать Четвертой Главе Официальное Заключение Церемония Заключения Завета То есть Бог Вывел Народ Израильский К Синаю И здесь В торжественной Обстановке Когда Моисей Поднимается На гору Бог Дает Ему Закон Если Вы Прочитайте Немножечко Выше Девятнадцатой Главе Третьей Четвертой Стики Посмотрите Моисей Взошел К Богу На гору И воззвал К нему Господь С горы Говоря Так скажи Дому Яковлеву И возвести Сынам Израилевым Вы видели Что я сделал Египтянам И как я носил Вас Как бы на Орлиных Крыльях И принес Вас К себе То есть Он говорит О той силе С которой Он вывел Итак Вот здесь Согласа Моего И соблюдать Завет Мой То будете Моим Уделом Из всех Народов Ибо Моя Вся Земля А вы Будете У меня Царством Священников И народом Святым Вот слова Которые Ты скажешь Сынам Израилевым Он Повелевает Моисею Это Двухсторонний Завет Что это Значит Двухсторонний Если Аврааму Он сказал Вот это Будет У тебя Будет Потомство Большое У тебя Будет Земля И у тебя Будет Благословение Три вещи Бог Пообещал Авраам И Бог Пообещал Односторонне Здесь Двухсторонний Завет Он говорит Если Вы Будете Делать Вот это Вот это И вот это То тогда Произойдет Вот это Вот это И вот это Ясно Объясняю 7 стих И пришел Моисей И созвал Старейшим Народа И предложил Им Все сии Слова Которые Заповедал Ему Господь И весь народ Отвечал Единогласно Говоря Все Что сказал Господь Исполним И донес Моисей Слова Народа Господу Вот заключение Завета Бог сказал Моисею Моисей Передал Слова Народу Народ Сказал Я Мы все Это Исполним Принимаем Моисей Пошел На гору И Сказал Эти же Слова Богу Передал 20 глава 20 глава Представляет Собой Обобщение Закона Или 10 заповедей Если вы хотите Запомнить 10 заповедей Приведены В Ветхом Завете Два раза Первый Завет Первый раз В книге Исход 20 глава Книга Исход И второй раз Приведено В книге Второзаконие В пятой Главе Для того Для того Чтобы Ориентироваться В Священном Писании Полезно Знать Такие Явления 19 глава Презентация Завета И сразу Рассказана Суть Того О чем Бог Говорил Что Нужно Исполнять 10 заповедей Они представляются Краткое Обобщение Сути Того Что Бог Учит Или Сути Божьего Закона И оно Представляет Себе Две Части Первые Четыре Заповеди Они Регулируют Отношение Людей К Богу Запомните Если Две Скрижали На одной Скрижали Четыре Заповеди И на второй Скрижали Шесть Заповедей Первая Скрижаль Говорит О отношении Человека К Богу И вторая Скрижаль Она регламентирует Отношение Людей Между Собой Если Помните Начинается Там В отношении К родителям Заповедь Не прелюбодействуй Заповедь По поводу Имущества Не кради И так далее То есть Вот эти шесть Заповедей Они регулируют Взаимоотношения Между людьми С двадцать Первой По двадцать Третью Главу Представляются Социальные Законы Помните Мы говорили О том Что Бог Создает Народ И он Создает Не только Не только Их Как организованную Группу Людей Он дает Им структуру По которой Они функционировать Должны Поэтому Здесь Очень Подробно Описаны Разные Социальные Правила Как Относиться К рабам Мы читаем Каким Образом Относиться К преступлениям Разного Рода Между прочим Если вы Обращали Внимание Очень жестко Бог Говорит Относиться Преступлением Надо Ну Например Преступление Посмотрите Кто ударит Отца своего И мать свою Того Должно Придать Смерти Причина Почему Бог так Делал Или Написано Кто Украдет Человека И продаст Его Того Должно Придать Смерти То есть Бог Самые Жесткие Методы Принимал Предпринимал Для того Чтобы Искоренить Из народа Израильского Всю практику Язычества И египтян Которая была Практику Которая Разлагает Общество Если вы Прочитаете Здесь много Подобных Принципов Эти все Принципы Они Написаны Так жестко Для того Чтобы создать Из народа Израильского Целостную Нацию Прочную Способную Выжить Чем меньше У детей Уважение К родителям Чем Тем Слабее Общество Вот Почему Это Представлено Очень Ясно Точно Так же По отношению К ценности Жизни Если Украдет И продаст Ценности Человеческого Достоинства Такие Люди Не должны Жить Это Не должно Распространяться Дальше Это Нужно Пресекать На корню Причем Достаточно Жестко Установлено Было Там Достаточно Жестко Здесь Очень Много Разных Законов Законы По отношению К собственности Как Относиться К собственности Друг Друг Законы По отношению К бедным Как Относиться К тем Кто Бедный Ясно Прописано Законы По отношению Изоляции От грехов От греховных Народов Очень Причина 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 Заключалась В том Что Все Эти Союзы Имели Они Несли В себе Духовно Разлагающий Элемент Который В конце Концов Мы дойдем До книги Судей В конце Концов И разрушил Израиль В конце Концов И привел Его к упадку И привел Его в плен Потом В конце Концов И к тому Что он прекратил Своё существование На долгие Столетия Это не игрушки Это не просто Выдумки Каких-то Очень строгих Пасторов Которые Вот подумали Так и говорят Ну не пущать Это реальность О которой Бог говорил Еще народу Израильскому Вот тогда Много-много Лет тому назад Говорил Для того Чтобы Ясно Помочь им Сохранить Себя Как нацию Сохранить Правильную Жизнь 24 глава Официальное Принятие Завета Была презентация Завета Потом Десять заповедей Объяснения Социальных законов После этого Бог призывает Еще 70 старейшин Из народа Израильского И они вместе С Моисеем Поднимаются На гору И там Заключают Завет Церемонии Жертвоприношения Седьмой стих И взял Книгу Завета И прочитал Вслух Народу И сказали Они Все Что сказал Господь Сделаем И будем Послушны И взял Моисей Крови И окропил Народ Говоря Вот кровь Завета Которую Заключил Господь С вами Во всех Словах Сии То есть Народ Сказал Приняли Бог им Объяснил Что такое Представлен Закон Своей Суде Дальше Это церемония Представлены Представители Народа Приглашены Туда Наверх На гору Там Совершена Жертва Там Книга Завета Прочитана Там Окропили Крови Как совершали Заветы Заключали Заветы Тогда В то время Ясно Сказано О том Что Этот Завет Заключен Официально Вот Кровь Завета Который Господь Заключил С вами О всех Словах Сии С 25 Главы По 31 Специальная Часть Которая Говорит О законах Поклонения Богу Вначале Мы читали Социальные Законы 20 21 22 23 Главы Социальная Жизнь Регулируется Здесь Регулируется Поклонение Моисей Поднялся На Синае Он Там Находится 40 дней Еще раз Он Находится 40 дней И он Там Пребывается Вернее Это Первый Раз Когда он Будет Еще раз 40 дней Он Там Пребывает 40 дней И в течение 40 дней Бог Дает Ему Детальное Описание Как Должен Быть Устроен Ковчах Как Должна Быть Устроена Скиния Как Устроен Жертвенник Одеяние Священников Речь Идет О Следующем Для Бога Это Очень Серьезно Бог Показывает Народу Порядок Мы Конечно Не Должны Толковать Что Означает Каждое Яблоко Которое Там Как Тесьма Как Бахрома Была На Одежде Священника И Каждый Колокольчик Там Был Яблоко Колокольчик Яблоко Колокольчик Что Означают Все Одежды Все Тесенки Все Кольца Все Разные Статуэтки Которые Были Разные Фигурки Херувимов Которые Были Там В Скинии Это Абсолютно Неправильно Когда Мы Сейчас Пойдем И Будем Пытаться Аллигоризировать Все Эти Вещи Это Было Сделано По Нескольким Причинам Во Первых Потому Что Бог Хочет Показать Что Он Очень Серьезно Относится К Месту Поклонения Это Кстати Очень Важно Понимать Друзья Когда Мы Идем В Церковь Церковь Это Бог Везде Есть Как Как и в Израиле Бог Везде Столб Облачный Столб Огненный Но Он Хотел Чтобы Люди Понимали Когда Они Идут Скинию Собрание Здесь Все Особым Образом Сделано Здесь Все Сделано Так Что Бог Показывает Это Особое Место Люди Готовили Себя По Особенному Чтобы Приходить Туда Второе Бог Это Сделал Чтобы Было Красиво Чтобы Там Где Ему Поклонялись Было Действительно Красиво Не Какой Это Сарай На Курьих Ножках Который Не Поймешь Что Там Люди Которые Были Специально Выделены Богом Написано У них Был Дар Искусства Они Имели Дар Чтобы Сделать Это Красиво Часто Люди Путывают Они Говорят Да В Простоте В Простоте Это Не Означает В Примитивизме Это Не Означает Абы Как Мы Видим Как Относился Бог Здесь К этим Всем Процессам Была Предписана Все Детали И в конце Если вы Почитаете 31 главу Требования К работникам Кто Должен Этим Заниматься Ясно Описание Какие Люди Какие К ним Требования Предъявляются То есть Когда мы Говорим Сегодня О том Что Мы Должны Стараться Богослужение Которое Мы Проводим Здесь Делать Его Качественно Делать Его Искренне От Сердца Делать Его Красиво И мы Говорим Вместе С тем Что Люди Которые Участвуют В нем Они Должны Иметь Действительно Сердце Правильно Они Должны Быть Правильными Людьми Подходящими Для Этого Дела Речь Идет Не о том Что Просто Выдумано Сегодня Речь Идет О практике Которая Наблюдается Которую Бог Устанавливает С самого Первого Момента Когда Он Учит О Организованном Поклонении 32 Глава Говорит О первом Идолопоклонстве Печальнейшее Событие Недоверие Богу Помните Требование Коарону Создание Себя Бога Вылили Золотого Тельца К совмещении Религии С похотью Которая Показывает Божий Гнев На то Что Народ Израильский Они По сути дела Столкнувшись С какой-то Проблемой Моисей Долго Не приходил Они Сразу Быстренько Состряпали Здесь Себе Религию Сразу Здесь Сделали Себе Тельца Сразу Здесь Если Вы Помните Они Устроили Вокруг Него Праздник Этот Праздник В Еврейском Языке Ясно Ясно Видно Что Это Был Праздник Совмещенный С Похотливостью С Сексуальными Овертонами То есть Они Взяли И Стали Делать То Что Они Делали В Египте Очень Быстро То Что Они Провозглашали В 15 Главе Исход Песень Когда Они Пели Богу Она Еще Не Укоренилась Глубоко В них И Как Только Они Попадают В первую Трудность Мы Видим Что Происходит Очень Жесткое Наказание Помните Моисей Ходатайствует За народ И Бог Жестко Наказывает Народ В это В это Время 33 34 Главы Божье Присутствие Они Посвящены Это После 32 Главы После Этого Кошмара Моисей Проводит Особое Время В общении С Богом Особое Время И Это Время Когда Бог Написано Что Он Он Говорил Моисей Говорил Он Хотя Бог Сказал Что Ты не Можешь Увидеть Моего Лица Но Это Было Очень Близкое Понимание Ощущение Того Что Бог Рядом Там Это Было Настолько Ярко Что Когда Моисей Спускался С горы Он Получил Вторые Скрижали Он Вытесал Вернее Вторые Скрижали Первые Были Разбиты В 32 Главе Когда Он Спускался С горы Он Услышал Что Этот Спотливый Вот И Он После Этого Опять Поднялся На Горы Он Провел Это Время В Общении С Богом 28 Стих 34 Главы Написано Так И Пробыл Там Моисей У Господа Сорок Дней Сорок Ночей Хлеба Не Ел И Воды Не Пил И Написал На Того Что Бог Говорил С Ним И Увидел Моисея И Увидел Моисея Аарон И Все Сыны Израилевы И Вот Лицо Его Сияет И Боялись Подойти К Нему Это Божье Присутствие Которое Так Нужно Было Моисею Моисей Моисей Был Разочарован Глубоко В отчаянии Находясь В том Положении В котором Он Обнаружил Народ Израильский Из 35 По 40 Главы Это Последние 6 глав Они Заканчивают Эту Книгу Описанием Изготовления Скинии И Начало Служения Начало Поклонения Богу Достаточно Детально Представлено Там Определены Устроители Скинии Кто Они Опять-таки Это те люди Которые Имели Особое Дарование Которых Бог Просто Выделил Специально Чтобы Они Делали Это Там Написано О щедрых Приношениях Народа Что Люди Жертвовали Очень Много Чтобы Сделать Все То Что Нужно Было И Описано Строительство У нас Остается Немножко Времени Я хотел бы Несколько Слов Сказать О уроках Из Книги Исход Мы Уже Взяли Много Уроков Я думаю Мы Не только Увидели Эту Панораму Большую О чем Эта Книга Вот Эти Блоки Вот Внутреннюю Структуру Механизм Их Жизни Бог Очень Ясно Показал Несколько Уроков Которые Хочется Отдельно Отметить Во-первых Это Откровение Божьего Величия Книга Исход В особой Степени Показывает Нам Бога Точно Так Как И книга Бытие Мы говорили О том Что В книге Бытие Очень Много Сказано О Боге И Здесь Мы Видим Это Величие Раскрывается В нескольких Категориях Во-первых Величие Бога В Его Статусе Это Видно В Его Имени Мы уже Говорили Читали Этот Стих И давайте Еще раз Прочитаем И сказал Моисей Богу Вот я Приду К сынам Израилевым И скажу Бог Отцов Ваших Послал Меня К вам А они Скажут Как Ему Имя Что Мне Сказать Им Бог Сказал Моисей Я Есм Сущий Так Скажи Сынам Израилевым Сущий Послал Меня К вам Очень Ясный Акцент Бог делает Это Очень Важный Элемент Важное Качество Чтобы Люди Могли Понимать Это Видно В Его Заповедях Книга Исход 20 глава Со 2 стиха Начало 10 заповедей Я Господь Бог Твой Который Вывел Тебя Из земли Египетской Из дома Рабства Да Не Будет У И не делай себе Кумира Никакого Изображения Что на небе Вверху И на земле Внизу И что в воде Ниже земли Не поклоняйся И мы не служим Ибо Я Господь Бог Твой Бог Ревнитель Очень Ясно Сказано О том Что Для Бога Это было Очень важно Чтобы люди Понимали Его абсолютный Статус Мы очень Много Говорим О Боге Как о Друге Мы Говорим О Боге Как о Добром Пастыре Мы Говорим О Боге Как о том Кто Возлюбив Нас Послал Сына Своего Единородного Это все Имеет Своё место Все это Действительно Правда Это действительно Так Но все это Мы сможем Понимать Только тогда Когда мы Ясно Поймем Божий Статус Кто Он Когда мы Ясно Увидим Вот эту Транцедентность Это Абсолютное Положение В котором Находится Бог Которое Он Постоянно Подчеркивает Второе Это величие Божие В чудесах Книга Исход Многократно Демонстрирует Величие Божьих Чудес Наверное Больше Чем В других Каких-то Книг Библии Очень Много Разных Чудес Эти Казни Египетские Ну Во-первых Спасение Моисея Чудесное Помните Египетские Казни Горящий Куст Море Которое Раступилось Египтяне Которые Погибли Там Под Под Водами Вода Из скалы Манна Регулярно Каждое Утро Они Находили Манна Причем Она Возникает Или Появляется Там Шесть Дней А на Седьмой Ее Нет Причем Та Которую Они Собирают Каждый День Она Не остается На следующий День Она Загнивает А вот Та Которую В пятницу Собрали Перед Субботой Она Держится Двое Судок Это Чудеса Которые Очевидно Представлены Здесь Многочисленные Перепела Помните Налетели Очень много Бери Не хочу Очень много Всего Что им Нужно Было Кроме того Величие Божие В славе Величие Божие В имени Величие Божие Или в статусе Величие Божие В чудесах Величие Божие В славе Облако Столб Огненный Столб Облачный Это Синай Это Проявление Божьей Славы На лице Моисея Многочисленные Явления Божьей Славы В разных Разных Формах Где для народа Это было Абсолютно Очевидно Это первое Второе О чем нас Учит Книга Исход Книга Исход Говорит нам О глубине Человеческой Испорченности Друзья Мы должны Ясно Ясно Понимать Читая Вот эту книгу Посмотрите Первое Люди Непокорны Богу Ни по причине Недостатка Чудес Вот они Видели Чудес Больше Чем Кто-либо Больше Чем Нужно И они Продолжают Быть Непокорными Богу Это Вывод Который Мы Делаем Когда Сегодня Говорят Что Вот если Чудеса И когда Некоторые Говорят О том Что Мы Будем Являть Чудеса И Тогда Люди Уверуют Вот Вам Группа Людей Которые Видели Чудес Вот так Завались И Тем не менее Несмотря На то Что Они Все Это Видели Их Реакция Абсолютно Никаким Образом Не Подходит Под Какое Благочестие Под Какое Описание Того Что Прилично Того Что Правильно Второе Люди Склонны К самым Мерзким Грехам И Нам Это Нужно Понимать Причем Какие Люди Люди Которых Бог Вывел Из Египта Люди Которых Бог Избрал Своим Народом Люди Которые Видели Все Это Видели И Говорили Все Что Бог Сказал Исполнен Именно Эти Люди Выливают Тельца Они Нарушают Первую Заповедь Самое Главное То Что Они Только Что Слышали Это Урок Из Книги Исход Конечно Вместе С этим Это Еще Есть Урок Огромной Божьей Милости Феноменальной Божьей Милости Когда Вот Этих Людей Выливших Тельца И Пляшущих Там Сексуальные Танцы И Когда Бог Милует И Когда Бог Продолжает Их Вести Да Он Их Наказывает Следующее Глубина Человеческой Испорченности Люди Теряют Ощущение Реальности Они Очень Быстро Забывают Суть Вот То Что Они Говорят Лучше Мы Умерли Там Я Встречаю Людей Откровенно Вам Скажу Я Встречаю Людей Периодически Здесь В Америке Которые Приехав Сюда Столкнувшись С трудностями Говорят Там Было Лучше Собирают Свои Монатки И Отправляются Туда Приезжают Туда Побыли Там И они Вспоминают Там Было Лучше Слава Богу Если Еще Документы Сохранили Что Они Могут Обратно Перелететь Назад Мы Такие Такого Типа Люди Мы Реальность Полностью Не можем Мы Хотим Чтобы Была Вот Такая Атмосфера Или Какие-то Элементы Которые Были Там Наша Деревня Родная Но Чтобы Она Была Благополучной Америке Чтобы Все Здесь Было Вот Совместить Что Нибудь Если Была Воля Наша Чтобы Мы Создали Свой Мир Из Разных Качеств Мы Сделали Из Кубиков Сложили Такой Какой Нам Хочется Вот Это То Чем Жили Жили Евреи Проблема Заключается В Греховности Проблема Заключается В том Что Когда Человек Живет Удовлетворением Самого Себя Он Теряет Способность Ясно Ощущать Реальность Друзья Более Того Возьмите Любого Человека Который Увлекается Чем-то Греховным Не Богом А с чем-то Греховным Он Бежит Ему Постоянно Кажется Вот Там Лучше Вот Там Лучше За Следующим Поворотом Будет Лучше И За Следующим Поворотом Все Хуже А ему Кажется За Следующим Будет Лучше Это Действительно Проблема Это Бедствие Человеческой Греховности Которое Очень Ясно Здесь Показано Кроме Того Книга Исход Учит Нас Кроме Того Бог Сказал И остальных Накажу Кто Согрешил Накажу Когда Моисей Просил Помилуй Он Говорит Помилуй Кого Помилуй Помилуй Но Он Дальше Говорит Но Тех Кто Согрешил Накажу Очень Ясно Самое Последнее Неизменность Божьего Плана Искупления Я Когда Смотрю Я Вчера Братьям Говорил На СПП У нас Собирались Совет Поставков Попечения И Говорил Одно Утешает Когда Я Изучаю Книгу Исход Одно Утешает Что Несмотря На Все Эти Сложности Бог Ведет Израиль Анима Синьи Программа Подготовлена Медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати Целью Которого Является Прославление Бога Через Распространение Влияния Его Слова Мы Надеемся Что Эта проповедь Стала Благословением Для вас Информацию О служении Церкви Слова Благодати Вы можете Получить Через Нашу Страницу В Интернете www.slovo.org Прослушанную Вами Проповедь Другие Аудио Видеоматериалы А также Книги Вы можете Заказать Через Страницу В Интернете По адресу www.slovostore.org Или Позвонив По телефону 360 687 39 962 Мы нуждаемся В вашей молитвенной И материальной Поддержке Ваши пожертвования Вы можете Присылать По адресу 1317 Морс-Вест 12-я авеню Бэтлграунд Вашингтон 98604 Да благословит Вас Бог Морс-Вест 20-я авеню Вашингтон 20-я авеню Вашингтон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok